Привет, девочки! Добро пожаловать на мой канал и на ревью очередной недели с очередной палеткой теней. Пока что у меня идут палетки, потом будут однушки. Палетка на этой неделе была Герлен Лесабль, вот такая вот. Сейчас расскажу немножко про нее, потом вставлю клип нанесения. Мой макияж сейчас сделан с ней. И небольшой анонс. Я не удержалась, купила очередную палетку Эльфа Тати. Глэм Лайф Гуру. На YouTube очень ее хвалила, показывала в своем видео. И на сайте iHerb эта палетка выглядит бледновато. В видео Тати цвета выглядели очень ярко и потрясающе. И я не удержалась и купила. Эльф стоила она недорого. Мэд Фума Те. Нюд Муд. Так что это небольшой анонс. Когда до нее дойдет очередь среди моих теней, я буду делать неделю с ней. Носить эти тени. Пока что я их поносить даже не имею возможности с моими проектами. Но я их посвотчила немножко. Они выглядят потрясающе. Все матовые, очень красивые оттенки. Так что ждите. Будет неделя с этой палеткой. Про Герлен. Как я предполагала, палетка оказалась для меня тепловатой. Особенно теплый для меня вот этот оттенок. Его я не носила. Носила вот эти вот три оттенка. Они у меня, собственно, на глазах. Но все равно даже эти три оттенка я не могу использовать по нижнему веку. Иначе глаза сразу же выглядят заплаканными. Тени носятся хорошо, без базы. Легко их нанести. Легко растушевываются. Спокойно можно сделать макияж в спортклубе. Прилагающимся даже спонжиком вот таким. Вот он необычный. За одной стороны заостренный. Зеркало есть в палетке, естественно. Как и во всех люксовых практически палетках. Даже самых простых. Что я сейчас вам и продемонстрирую через пару секунд. Так что мне палетка нравится. Особенно мне нравится сверкающая розовая тень. Ну, в общем, все вы увидите в клипе с тем, как я делала этот макияж. Носится целый день. Цвета не тускнеют. Без базы. В складке века не скатываются. Все с тенями замечательно. Отличные тени. Классные. Пигментированные. Красивые. Все замечательно. И на следующую неделю я выберу вот такую вот миниатюру. Малюсенькая-малюсенькая палетка Estée Lauder. Очень старая. Очень старые оттенки. Они уже давно не выпускаются. Это 06 Rosemary. И сами тени тоже формулы, наверное, 10-летней или 15-летней давности. Но в этой палетке мне очень нравится вот эта вот серенькая, серо-коричневая такая тень. Она очень хорошо идет мне в складку века. Розовая практически не показывается на веке. Ну, формула теней не современная. Они не очень пигментированные. Вот видите, это все, что... Это все, что я могу получить из них. Но, как ни странно, как при нанесении кисточкой в складку века, вот эта вот серенькая тень. Но она не совсем серая. Она такого странного оттенка. Очень сложного. Она прекрасно-прекрасно подчеркивает глаза. Ну, а розовая, как видите, использована больше, потому что, чтобы она чуть-чуть хотя бы показалась на глазу, ее нужно носить очень много. Это одна из моих любимых палеток, когда я не знаю, сделать какой макияж. Когда у меня практически нет времени. Прекрасная вещь. И ей тоже можно пользоваться на ходу, потому что даже в таком мельпуске есть зеркальце довольно большое и приличное. Видите, сами тени маленькие, но сам футляр довольно большой и зеркало тоже довольно большое. Так что в следующую неделю буду пользоваться ею. Но сразу могу сказать, что она была одним из моих фаворитов. Посмотрим, осталась ли она моим фаворитом. Что все. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам интересны эти видео. Если интересно, не забудьте поставить большие пальцы. Подписаться, конечно же, если вы еще не подписаны. Ну и жду ваших комментариев внизу на макияж. Жду отзывов, нравится вам он или нет. Как обычно. На все мои видео жду ваших реакций. Спасибо, что были со мной. И увидимся через неделю. Пока. Да, и не забудьте, что я делаю два видео в неделю. По субботам и по пятницам сейчас. Так что вот. Все. Пока. Лиссабль. Я наносила вот эту вот сверкающую розовую тень на все подвижное веко. Как видите, я уже сделала подводку коричневым карандашом мак. И вот эту вот сверкающую розовую тень. Это она, кстати, довольно холодного розового оттенка. С серебристыми мерцающими частичками. Поэтому каких-то сложностей с тем, что надела глаза заплаканными или что-то еще нет. И эта тень, она убирает подобный эффект от остальных теней в палетке. От коричневых. Как ни странно, розовый оттенок в этой палетке тоже не дает эффекта заплаканных глаз. Он тоже очень холодного оттенка. Но коричневые, они не выглядят такими в палетке. И когда вы пробуете их пальцем, они тоже не выглядят такими теплыми, какими они оказываются на глазах. Ну, по крайней мере, на моих глазах. Я думаю, это еще смешивается с цветом собственного века, естественно. Потому что я их использую без базы. Я не очень люблю использовать базы без необходимости, когда ношу тени. Потому что они для меня чаще всего оказываются ощущающимися на веках. И к концу дня с базой глаза сильнее устают, чем без базы. Поэтому если тени, вот как вот эти, как Диор, вообще моя палетка на неделю, если они могут продержаться весь день, не скатываясь в складочки века, без базы, то я предпочитаю носить тени без базы. Тоже такую плоскую кисточку. И вот этот темно-коричневый оттенок наносила вдоль линии карандаша и в уголок глаза. Для моей внешности предпочитаю все эти оттенки наносить на подложку из сверкающего розового оттенка, из этой палетки, который холодный. Я пробовала это делать и с матовым розовым, но он не дает столько холода. Он скорее такой сливающийся с кожей достаточно века, потому что у меня века не белая, как и у многих из вас, наверное, а красноватая. И розовый оттенок на нем практически не заметен. Собственно, поэтому я его использую, как я использую. Сейчас покажу, как я использую розовый оттенок, когда нанесу коричневый. Потом я немножко растушевываю коричневый с внешнего уголка. И наношу розовый в складку века. Вернее, не совсем в складку, чуть выше складки. И использую его, как растушевочную тень для границ на верхнем веке. Не дает заплаканного эффекта, не дает ничего такого страшного. Очень приятный оттенок. Вот. Это весь макияж. По нижнему веку я тени из этой палетки не использовала, потому что даже если вот этот коричневый использовать, он все равно уже сразу дает эффект заплаканности. носится хорошо, как я уже сказала, без базы. Все с ними замечательно. Так что закончу макияж и пойду по своим делам. Спасибо. Спасибо.